Есть один новый инструмент, я хочу о нем поговорить. Ты знаешь, технология CRISPR все изменила, и ты был в центре этого. И мне интересно, можешь ли ты провести нас через это? Я имею в виду, как это изменило твою роль в этом, как это изменило способ вашей работы. А затем мы поговорим о том, что можно делать, а что нельзя делать, или о том, что могло было бы произойти. Да, во-первых, я просто хочу сказать, что CRISPR это своего рода временно замещающий, своего рода образ, за которым скрываются гораздо большие вещи. И в определенном смысле произошла целая революция в биологии, которую многие люди упустили. То ли новое поколение, то ли это пропустили некоторые журналисты. И вот тогда они заразились этим вирусом CRISPR. Знаешь, потому что у него крутое название, и в нем участвуют некоторые известные люди, но на самом деле он представляет собой ряд других методов редактирования, а также нередактирующие способы выполнения геномной модификации. Итак, CRISPR и его как бы коллеги по редактированию, нуклеазы, в основном выполняют вычитания. Они занимаются удалением, и у них это хорошо получается. Но есть дополнение, есть точное редактирование, в котором CRISPR пока не особенно хорош. CRISPR разве не точный метод? Обычно он отличается низкой эффективностью, когда вы пытаетесь использовать его точность. Итак, если вы посмотрите на большинство генных терапий, в которых используется CRISPR, они нацелены на удаление гена, на вырубку его. Применение CRISPR особенно эффективно, особенно если вы делаете это на животных. Но у нас уже имелись способы точного редактирования. Это восходит к 80-м годам. Я не знаю. Правда? Те способы были чуть менее эффективны. И это интересно. Люди иногда забывают, что можно сделать при небольшой эффективности. То есть CRISPR может быть в 4 раза эффективнее, чем предыдущий метод, и возможно ты знаешь в 5 или в 6 раз дешевле, что как бы находится на другой оси, когда мы сравниваем эти методы. Так что этих двух показателей достаточно, чтобы привлечь внимание людей. Но CRISPR также представляет собой революцию в чтении ДНК. Трудно редактировать ДНК. Трудно редактировать рукопись, если вы не можете ее прочитать, верно? И мы просто считаем само собой разумеющимся, что теперь мы можем читать эти данные не в 4 раза эффективнее, а в 10 миллионов раз эффективнее. И этот показатель настолько ошеломляет, что люди говорят, мы правда заинтересованы в CRISPR. CRISPR – настоящий хит. В общем, это была своего рода моя оговорка по поводу CRISPR. Но сейчас я расскажу, насколько эта технология хороша. Так что для меня он представляет собой набор инструментов, которые заложены в биосфере. И одна из причин, по которой биологическая инженерия, молекулярная биологическая инженерия, так быстро продвинулась вперед, заключается в том, что мы не только имеем в руках богатое наследие от революции в электронике и физике, в компьютерном проектировании, микрообработке и так далее. Но кроме этого, мы также унаследовали миллиарды лет проб и ошибок, которые привели к созданию этих изысканных наномашин. И вот что такое CRISPR – это, по сути, наномашина. По сути, вы можете заставить компьютера запрограммировать серию из 20 ACGT, которые компьютер соотнесет соответствующим наборам ACGT в геноме и произведет там некоторое действие, как правило, удаление. Именно этими занимается эта наномашина. Она очень сложная, изощренная и очень эффективная. Если вы попытаетесь сделать то же самое на основании первых принципов, это будет довольно сложно. И вы, возможно, даже не подумаете делать это, пользуясь первыми принципами. Но первые принципы повсюду – это похоже на космический корабль пришельцев, который находится у вас на заднем дворе без особых инструкций по эксплуатации, но довольно интуитивно понятный. И вы начинаете играть с ним, и вы просто в итоге пожинаете плоды. Так что наша роль заключалась в том, что мы создали ряд способов чтения ДНК, около 30 различных способов чтения ДНК, и мы были вовлечены в их коммерческое использование. И это ты говоришь о показателе, который увеличился в 10 миллионов раз. Я прав? Это чтение, да? Да, мы говорим о нанопорах и флуоресценции, и этот прогресс очень-очень важен. И это был своего рода внешний фон, который мы в дальнейшем использовали для того, чтобы раскрыть это самое колдовство инопланетных технологий, что бы там ни было. А потом Криспер обнаружил мусорную ДНК. По сути, это была повторяющаяся последовательность ДНК, и никто не знал, что она делает. И затем, в конце концов, как только мы узнали, что она делает, эта ДНК оказалась наименее мусорной частью генома. И я думаю, что с самого начала проекта геном человека все пытались его закрыть. 90% людей, ученых, были против этого, потому что там была эта мусорная ДНК. Однако технология Криспер появилась именно из-за этого мусорного ДНК. И мы не сразу настроились на это, потому что мы в то время занимались созданием набора инструментов, которые позволили бы точнее редактировать геном. Так что мы одними из первых создали библиотеки для цинковых пальцев. Библиотека — это своего рода набор молекул, где вы можете создавать их систематически и намеренно. Таким образом, мы можем методом проб и ошибок и в широком масштабе разрабатывать миллионы вещей в библиотеке. Так что мы сделали библиотеки цинковых пальцев еще в 90-е годы, а затем также для методов Таллин и Криспер. А затем появились различные более точные способы. Так что, по сути, мы занимались различными вещами, в которых мы заменяли ДНК на рекомбинации. И мы занимались многими вещами. И мы были готовы к появлению чего-то вроде Криспер. Не то чтобы это стало для нас полной неожиданностью. Мы были полностью готовы. Таким образом, в течение нескольких недель после чтения литературы, мы могли включить Криспер в наш конвейер для разработки новых технологий. И это сразу же сработало. И тот факт, что это сработало, позволил нам подумать, о, другие люди точно захотят этим пользоваться. А потом мы начали думать о внецелевом редактировании генома. Итак, в нашей самой первой статье мы подняли многие вопросы, которых никто другой никогда не изучал. А именно, мы занимались нормальными клетками. А все остальные просто занимались в аномальных клетках. Мы действительно стремились к нецелевому редактированию генома, а не использовали компьютерную программу. Не могу ты, пожалуйста, для аудитории объяснить, что такое внецелевое редактирование генома? Да, конечно. Итак, эти маленькие 20 ACGT, о которых я говорил, они говорят программе, куда идти. Но это не похоже на управляемую ракету, которая как бы попадает в нужное место. Программа, на самом деле, стучит в 6 миллиардов дверей, а иногда и в одну и ту же дверь снова и снова, даже если это не та дверь, которая нужна. Пока, наконец, не найдет нужную дверь и затем не займется отделением генома. Время от времени программа говорит, у меня больше нет сил, я перепробовала слишком много дверей. Эта дверь достаточно близка к тому, что мы ищем. И программа делает разрез в этом месте, и это называется внецелевое редактирование, верно? Так или иначе, мы написали программное обеспечение, которое мы написали в самом первой статье CRISPR. Да, помимо прочего, было программное обеспечение, которое говорило, не просто смотрите в цель, не пишите просто 20 оснований, которые доставят вас к цели, в которую вы должны попасть. Нужно думать обо всем геноме в целом. И это отчасти потому, что мы начинали с чтения всего генома целиком. Мы подумали, давайте посмотрим на весь геном целиком и увидим, есть ли поблизости что-то, с чем у него могут возникнуть проблемы. Если есть, то мы должны отрегулировать цель на какое-то другое место, которое не имеет ницелевого сбоя. Так что компьютер помогает нам что-то выяснить. Итак, в каком-то смысле это позволяет вам находить то, что вы ищете, и я понял. Если вы зададите более точные вопросы, вы сможете использовать этот инструмент более эффективно. Не знаю, хочешь ли ты говорить об этом или нет, потому что я не уверен и немного растерян. В общем, существует эта огромная проблема с патентами, в которых вы участвуете. И насколько я могу вам сказать, вы вышли на первое место. И это из-за определения полезности технологии и разработки методов ее эффективного использования, не так ли? Я имею в виду эти программные приемы. Я не участвовал в этом, потому что я чувствовал, что я могу создать бурю в стакане. Большинство полезных вещей, таких как микрофон, мобильный телефон или что-то еще, стоят тысячи фунтов. И ты знаешь, что они нарушают многие патенты. Компании вынуждены получать лицензии на микрофон вместе с экраном, без клавиатуры и так далее. И я думал, что то же самое произойдет и с CRISPR. И действительно, здесь, в Кембридже, штат Массачусетс, есть три компании, которые занимаются CRISPR, в нескольких кварталах друг от друга. И ты знаешь, у них у всех дела идут отлично. И у них разные учредители. Я участвую в двух из них, на самом деле. И ты знаешь, им не нужно так сильно беспокоиться об интеллектуальной собственности. Фактически, я говорю всем людям в моей лаборатории, не беспокойтесь о нарушении прав. Это вы проявляете уважение к прошлому. Ты знаешь, это похоже на цитирование. Вы цитируете предыдущую работу и строите свою работу на ее основе. По сути, вы стоите на плечах гигантов. То же самое и с CRISPR. К тому времени, когда осядет пыль... Ты знаешь, у нас есть патенты, и существует еще много других патентов. Но к тому времени, когда пыль осядет на CRISPR, он будет заменен чем-то другим, понимаешь? Эта технология тоже изменится, да ведь? Так же, как CRISPR в свое время заменил человеческий талант, который, как ты знаешь, вероятно, еще вернется. Хорошо, понятно. Я думаю, мы находимся в быстро меняющейся ситуации. И снова я хотел бы сказать... Я задал тебе трудный вопрос о том, какой будет жизнь через сто лет. Это вопрос, на который я бы сам не хотел отвечать. Предсказывать будущее, как известно, сложно. Поэтому я говорю людям, что делаю это только на следующие 2 миллиарда лет в будущее, как минимум, потому что так гораздо легче. Но CRISPR меняется, и люди, как всегда, боятся новых вещей. Я бы хотел спросить тебя, видишь ли ты какие-нибудь ограничения? Куда, по твоему мнению, все это движется? Или что тебя потенциально беспокоит? Есть ли определенные ограничения в том, что мы сейчас можем делать с этими технологиями? Или это абсолютно безгранично, и ты делаешь то, что можешь, и создаешь практически все, что хочешь? Ну, во-первых, я стараюсь не успокаивать людей. Я имею в виду, я беспокоюсь о каждой новой технологии, а не только о биотехнологиях. Я стараюсь заглянуть в будущее как можно дальше. Я считаю, что будущее должно быть во множественном числе. Я не пытаюсь предсказывать будущее, я пытаюсь предсказать многие из вариантов будущего. А потом мы должны пытаться выбрать то, что нам нравится. Но я сомневаюсь, что эти варианты безграничны. Я имею в виду, что существуют законы физики, квантовая механика Гейзенберга, второй закон и так далее, а также скорость света. И это также в определенном смысле ограничено конкурирующими методами в науке, верно? Я имею в виду не только конкурирующие методы в редактировании генома, но и все конкурирующие методы в целом. Итак, люди говорят о создании сверхчеловека. Что ж, мы, по сути, уже сверхлюди. В том смысле, что мы делаем то, что не поняли бы наши предки и даже люди, живущие сегодня, не знавшие технологий, живущие в изолированных сообществах. Они не поймут, почему Лига был в свое время интересным физическим экспериментом. Это бы просто взорвало их голову, верно? И почему мы заботимся о социальных связях на этом маленьком кусочке стекла и металла? И ты знаешь, они бы не поняли, почему мы так взволнованы по поводу полета на Марс. Это всего лишь маленькая светящаяся точка, которая ничего не делает, кроме как, может быть, помогает кому-то осуществлять навигацию по небесной сфере, когда они теряются. В общем, мы сильно изменили мир вокруг нас. Ограничение синтетической биологии заключается в том, что мы уже сделали много вещей. К примеру, люди говорят, ну, мы могли бы расширять технологии, чтобы видеть больше, чем просто красный и синий. Но мы уже можем видеть все, от гамма-лучей до радиоволн, потому что мы можем видеть все вокруг и можем создавать какие угодные изображения мира, если мы захотим. Мы можем видеть все это в 3D, если захотим. Да, мы получаем все изображения со спутников уже в цвете. И мы можем видеть очень крошечные объекты и очень далекие объекты. Наши чувства ограничены только физикой. Поэтому, почему биология должна вмешиваться, чтобы сделать что-то лучше? Не правда ли? И вы могли бы сказать, ну, это может сделать нас суперсильными. Мы уже суперсильны. Ты знаешь, если я хочу быть сильнее, я просто буду использовать автопогрузчик. Если я хочу быстрее бежать, я сяду в самолет. Я обгоню даже вашего самого передового гепарда, созданного с помощью генной инженерии. Единственная вещь, в которой мы все еще ограничены и которую мы не можем изменить, так это наше здоровье. Ты знаешь, мы хотим оставаться крепкими как можно дольше. В основном мы хотим быть молодыми, а затем, возможно, умными. Умными, потому что мы же хотим разработать следующий набор технологий физики, верно? Потому что в основном физика и химия удивительны, а биология – это просто особенно хороший компьютер. У нас действительно хорошо получается сжимать и удалять большое количество ненужных данных, а затем придумывать великие вещи. У нас это отлично получается. Вот и все. Мы хотим вести молодую, продуктивную жизнь и иметь более продуктивный мозг. Это все, что нам пока не поддается. Все остальное – просто физика и химия. Что ж, это очень интересные мысли. Ты знаешь, я тоже об этом рассказывал в свое время. Когда я преподавал физику, когда мы занимались квантовой механикой, я говорил, «Хорошо, ладно, сегодня мы займемся всей химией, потому что все остальное – это просто детали». Но я думал о многих вещах, о которых ты говорил. И мне кажется, есть действительно интересные возможности для человечества. Поэтому я подумал, может быть, мы просто рассмотрим некоторые из этих интересных, конкретных возможностей, о которых ты говорил. И то, что меня всегда восхищало, и то, о чем ты впервые мне рассказал – я читал об этом в твоей книге – это пластик. В данный момент я чувствую себя как в фильме Дастина Хоффмана «Выпускник». Идея о том, что жизнь может сама создавать пластик, будет очень полезна. Мы смогли бы сами спроектировать жизнь. Почему бы тебе не рассказать об этом немного? В общем, пластик, я думаю, что мы можем сделать намного лучше, чем просто пластик. Даже когда мы писали книгу, одна конкретная глава в этой книге была инициирована моим соавтором Эдом Регисом. И он сделал упор на биоразлагаемом пластике. Я действительно думаю, мы должны больше говорить о неразлагаемом пластике. Да, ты был первым, кто заставил меня понять, что это, вероятно, было бы очень полезно, так что да. Я имею в виду, мы говорим о многих вещах. Например, о решении проблемы изменения климата. На самом деле, мы просто немного подталкиваем те или иные процессы. Или, может быть, немного откладываем неизбежное. Но если бы мы могли секвестировать углерод в нечто более полезное, например, в асфальт или неразлагаемый пластик, мы могли бы построить мосты между континентами. Мы могли бы построить новые острова в океане. Я помню, ты впервые сказал мне об идее моста через Тихий океан, да. Да, мы действительно могли бы построить новые острова в океане. И я думаю, что это более интересно. Более того, мы можем производить полимеры, которые умнее пластика в общем понимании. Практически все живое – это очень умные полимеры. Ты знаешь, например, наша кожа восстанавливается сама. Представьте, если бы все в мире было так хорошо. Кожа не пропускает болезнетворные микроорганизмы. То есть, это те вещи, которые мы даже не можем видеть, и наша кожа эффективно с ними борется. Что, если бы все наши здания, все наши столы и стулья и все остальное были такими же умными, как наша кожа? Или даже умнее, верно? И почти все в жизни точно до мельчайших атомов. Мы стремимся к этому с помощью нашей небиологической инженерии. Но биология уже существует. Она делает все вокруг точным до атомов. Так что я думаю, что будущее пластика из фильма «Выпускник» будет умным. Бесконечно сложные объекты атомарной точности, то есть практически все вокруг должно иметь свою мощность. Точно так же, как твой мобильный телефон теперь имеет мощность компьютера размером с комнату. Все наши материалы будут иметь силу мобильного телефона. Каждый маленький воксель, каждый маленький пиксель, каждый маленький квадратный сантиметр будет похож на компьютер. Что ж, это потрясающе. Будет увлекательно за этим наблюдать. Ты знаешь, это интересно, когда ты говоришь об атомной точности, потому что одним из передовых направлений физики сейчас является возможность манипулировать отдельными атомами и пытаться использовать их для создания новых материалов, неживых материалов. Но ты абсолютно прав. Жизнь уже так эффективно делает это на протяжении миллиардов лет. Мы можем перемещать атомы с точностью примерно 10 в минус 9. Это не идеально, но это уже чертовски хорошо. Довольно хорошо, да. Кстати, поговорим... И мы также близки к теоретической термодинамике. Мы можем хранить информацию объемом в одну восьмую от термодинамического предела. Да, это впечатляет. Да, на самом деле я вспомнил, что читал что-то об этом. Итак, давай поговорим и о компьютерах через секунду. Сейчас мне было бы интересно, когда ты говорил о хранении, обработке и использовании ДНК для этого. На самом деле ДНК это просто своего рода причудливое молекулярное хранилище. Да, молекулярное хранилище, ты прав. А также своего рода программное обеспечение. И этим программным обеспечением управляет своего рода аппаратное оборудование. Я должен сказать, что люди, которые не успели подумать над этим вопросом как следует, идея о небиоразлагаемых пластиках, которая может быть полезной, заключается в том, что очевидно, что основа пластика, как и основа всей органической жизни, это углерод. Мы можем каким-то образом извлечь углекислогаз из атмосферы через организмы и превратить его в нечто, что в конечном итоге будет полностью изолировано и не вернется в атмосферу. Это означает, что мы в принципе можем действовать против накопления прониковых газов. Именно так. Ты очень красиво раскрыл эту тему. На самом деле я хотел бы раскрыть ее еще дальше, а именно количество фотосинтеза, которое мы осуществляем каждый год на планете, большая часть которого происходит в океане с невидимыми организмами. Количество этого фотосинтеза достаточно, чтобы вернуть к нас до индустриального уровня углекислого газа в атмосфере через несколько лет. Вот насколько мощная у нас экосистема. И нам просто нужно придумать, где можно хранить этот углекислый газ. И ты знаешь, мы не можем хранить его в... В общем, одно предложение заключалось в том, чтобы добавить железо, а затем сбросить весь углекислый газ на дно океана. Во-первых, это недоступно. Во-вторых, это потребует слишком много азота и фосфора. Особенно фосфора, который на самом деле не является возобновляемым ресурсом, учитывая то, как мы его используем. Вместо этого, тундра, площадь которой составляет 19 миллионов квадратных метров, хранит больше углерода, чем весь остальной мир вместе взятый. И она находится в опасности. Но этот углерод в тундре представляет собой полубиоразлагаемый полимер. По сути, целлюлозу, которая находится глубоко в корнях. Большая часть углерода в остальной части мира, например, здесь, толщина вечной мерзлоды составляет около метра. И это почти ничего. Но там, в тундре, она составляет 500 метров толщиной. Так ведь? И это очень много углерода. И, к сожалению, он не поддается биологическому разложению, пока он заморожен. Но он биоразлагаем, когда он не заморожен. И таким образом он превращается в метан, который в 28 раз хуже углекислого газа. И это огромная проблема. И дело в том, что многие из этих проблем являются экспоненциальными, или, по крайней мере, нелинейными. Как только лед начинает таять, из него выходит больше метана. И, конечно же, эффект большего количества метана заключается в том, что лед начинает больше таять. Итак, когда люди думают о далеком будущем, все может случиться очень-очень быстро. Может произойти фазовый переход, который просто и неясно, где находится переломный момент, и насколько мы близки к нему прямо сейчас. Таким образом, большое количество метана находится в метастабильной форме, где он буквально может пузыриться, выходя наверх из океана или озер. Мы иногда фиксируем действительно значительные всплески метана. И поэтому, когда мы говорим о чем-то, что будет через тысячи лет или сто или пятьдесят лет, у нас нет уверенности в этом. И как сказал бы клиентист, вот, думаешь, тебе повезет шпана? На самом деле, я совсем не чувствую, что мне повезет. И другой момент – это отрицание. И отрицание обычно связано с неудобствами. И я думаю, что Альберт Горр немного неправ в своем фильме. Я думаю, что неудобная правда – это неправильный слоган. Мы столкнулись с проблемой, и нам нужно сделать ее более удобной. И я думаю, что есть различные естественные процессы, которые мы должны взять в свои руки, и которые не обязательно потребуют от нас отказа от наших внедорожников или получения больших правительственных подачек. Нам нужно подумать о других альтернативах. Да, как ты говоришь, этот аспект неудобства является ключевым вопросом. Я имею в виду, как ученый, я считаю, что неопределенность, конечно, очень важна. Чего не понимают люди, так это то, что неопределенность – это центральная часть науки. Это не то, что преодолевает наука. Это основа науки. Потому что мы можем количество оценить нашу неопределенность. Но когда люди говорят, «Я не верю ни в эти предсказания, ни в те предсказания», мне кажется, нам следует задать вопрос, «Эти глобальные риски действительно существуют? Сколько денег вы готовы потратить, чтобы избежать этих рисков?» Потому что если эти риски случатся, это будет ужасно. И ты знаешь, это можно сравнить с запретом на полеты всех Boeing 737 MAX 8, которые происходят из-за того, что несколько человек погибли. То есть, конечно, это трагично, что они погибли, но десятки миллионов людей летают на них каждый день. И все же этого риска было достаточно, чтобы заставить людей отказаться от использования Boeing 737 MAX. Мы не очень хорошо умеем оценивать риски для здоровья населения. Мы беспокоились от трех тысяч человек, когда в тот день погибло еще больше людей по другим причинам. И 50 миллионов из нас умирают каждый день. Итак, если вы действительно хотите беспокоиться по поводу трех тысяч человек, вам следует больше думать о миллионах людей, умирающих каждый год от малярии, дефицита витамина А и тому подобного. И я думаю, часть этих неудобств связана с указыванием на виновных. Это похоже на фразу «ты злодей, ты виноват, потому что у тебя самые большие дымовые трубы». И на самом деле злодей, вероятно, тот, кто 15 тысяч лет назад зарезал всех травоядных животных в Арктике. Или что-то в этом роде. Да, это очень интересная мысль. Итак, я считаю, что людям следует перестать искать виноватых. Это как если бы астероид прямо сейчас направлялся к Земле. Люди бы говорили, астероиды никогда не беспокоили меня. Почему мы должны беспокоиться об астероидах? Вы знаете, я даже не уверен, что астероид убил динозавров. Вы знаете, может быть, это было, а может быть, этого не было. Ученые до сих пор спорят об этом. Так что нам не нужно беспокоиться об этом астероиде прямо сейчас. Потому что пока ученые все еще обсуждают астероид, который убил динозавров. Я говорю, эй, возьми себя в руки, давай просто займемся этим астероидом. Ты знаешь, это как... Вам не нужно искать ответственных за появление именно этого астероида. Просто давайте найдем героев, чтобы справиться с этой проблемой. Да, я думаю, ты абсолютно прав. Очень интересно. Экзистенциальный риск – это то, о чем мы с тобой говорили до этого. Я был очень горд включить тебя в совет спонсоров журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», когда я его председательствовал. Но давайте сейчас поговорим о чем-то более позитивном. Что ж, это позитивно, то, о чем мы только что говорили, если мы можем что-то с этим поделать, создавая, к примеру, фотосинтезирующие организмы. Мы можем решить проблему, создав травоядных животных, которые снова заселят Арктику, как это было 15 тысяч лет назад. Это вещи, которые могут стоить на самом деле очень дешево. Так, например, нам удалось восстановить популяцию почти вымерших зубров до 500 тысяч особей по всему миру. И это работает. Нам удалось этого добиться без особого микроменеджмента, без правительственных подачек и всего остального. Ты знаешь, я неоднократно об этом говорил, и я правда думаю, что это так и есть. Проблема глобального потепления или изменения климата в более общем плане состоит из двух частей. Есть социальная часть, есть технологическая часть. Я думаю, что создавать технологии намного проще, чем изменять общество. Это единственное, что действительно меняет общество, по моему мнению. В промежутках между технологическими революциями была просто кучка людей, которые любили играть друг с другом в наперстки, действуя так, как будто они контролировали все вокруг. Но на самом деле это были просто технологические революции. Так что технология будет играть ключевую роль. Посмотрим, будет ли это посредничество или скорее уклонение от решения проблем. Но есть ряд других технологий, о которых ты говорил. По крайней мере, я хочу затронуть их в оставшееся время. А потом, возможно, остановимся на более общих вопросах. Я хотел бы затронуть тему обращения вспять старение. Ты говорил много о старении. Я знаю, что это одна из тех вещей, о которых ты думаешь. Ты хотел бы обсудить немного этот момент? Хорошо. Я обычно стараюсь избегать принятия желаемого в действительное в этом вопросе. Ты знаешь, существует мнение типа, все, что я должен делать, это немного изменить свой образ жизни, выполнить еще несколько шагов или есть или не есть ту или иную еду. Я думаю, что этот вопрос гораздо сложнее. Но это не страшно, это просто сложно. Это так же сложно, как самолет, который мы при всем желании не можем сделать из куска пластика. Итак, в старении у нас есть большой объем знаний. Это для нас не похоже на загадку. В основном эти знания берут начало от крошечных модельных организмов, червей, мух и так далее. И мы просто собираем эту информацию, мы превращаем ее в генную терапию, чтобы детально рассмотреть все, что нам известно. Ты знаешь, есть 9 основных путей, биохимических путей старения. И мы просто рассматриваем их все сразу с помощью очень небольшого количества генных терапий. И мы тестируем это на мышах, затем на собаках и, в конце концов, на людях. Так что это один из подходов, который, на мой взгляд, относительно прост. И мы в этом добиваемся определенного прогресса. Мне всегда было интересно наблюдать, как люди спорят о верхнем пределе продолжительности жизни. Потому что меня восхищает мысль о социальных последствиях. То есть, если бы вы могли удвоить продолжительность жизни человека, тогда общество должно было бы полностью перестроиться, верно? Потому что оно основано на продолжительности работы, например. И тогда людям нужно было бы об этом беспокоиться. Почему бы людям просто не работать на протяжении 200 лет, правда? Точно, я согласен. И у нас не может быть такого, потому что никто не захочет иметь одного и того же профессора в течение 200 лет. Потому что молодой доцент не захочет ждать 100 лет, чтобы получить позицию профессора. Я не понимаю, почему они оба не могут занять эту позицию? Эта ситуация была бы, несомненно, интересной. Этот вопрос не игра с нулевой суммой? Нет, это не так. Но общество, ты знаешь, должно будет как-то перестроить то, как оно работает. Определенно. Нам все равно рано или поздно придется полностью перестроить наше общество, хотим мы этого или нет. Это почти гарантированно произойдет. Общество сейчас и общество, когда я рос, кардинально отличаются друг от друга. Что ж, давай обратимся к другой теме, до которой я надеялся добраться, о которой ты писал, и я об этом тоже много думаю. И я говорю о теме искусственного интеллекта, потому что он, конечно, будет... Люди не понимают, что эти изменения произойдут, и у нас есть выбор сейчас. Мне кажется, нет никаких сомнений, что это произойдет. Я имею в виду, что искусственный интеллект изначально не очень искусственный, но это изменит наше... Оно уже изменило наше общество. Это изменит наше общество, точно. И нет никаких сомнений в том, что то, что мы, люди, сейчас называем машинами, сможет выполнять большую часть работы лучше, чем люди, я думаю. И это вызовет социальную проблему. Как ты думаешь, те немногие компании, которые будут контролировать искусственный интеллект, будут в основном контролировать все ресурсы на планете? Или мы скажем, да, это здорово, что эти... В общем, сработает старый кейнсианский аргумент. Мы скажем, будет здорово, что эти машины делают работу за нас, а у нас есть возможность погулять по кофейням, послушать музыку и пообщаться. Я думаю, это как раз то, что сперва произойдет, когда машины станут основой экономики, по мнению Кейнса. Но это будет социальный вопрос. И я не уверен, что мы сможем вести дела в правильном направлении. Итак, если мы говорим о старении, я не очень оптимистичен в отношении того, что оно, по крайней мере, сначала не вызовет большого сдвига в обществе и различных других проблем. Но, возможно, ты более оптимистичен в отношении того, как мы могли бы... Ты знаешь, я стараюсь не быть слишком оптимистичным. Но, ты знаешь, я стараюсь думать обо всех вещах, которые могут пойти не так. И одна из причин того, что бедствия не случаются первыми, заключается в том, что многие люди визуализируют эти бедствия и избегают их. Ты знаешь, к примеру, проблема 2000-го года. Можно ли назвать ее провалом? Наверное, нет. Но, возможно, это было пустяком, потому что мы потратили так много времени и средств на то, чтобы подготовиться к этой проблеме. Практически во всех инженерных дисциплинах есть целая техника безопасности, гражданское строительство, электротехника. Ты знаешь, маленькие значки, коды, сертификаты, качества США на всех электропроводах, например. Вот почему мы так стараемся предвидеть все вокруг. Я согласен. Вот почему мы хотим проводить эти обсуждения. Почему мы хотим, чтобы люди думали об этом. И мне в конечном итоге кажется, вот почему мы хотим, чтобы общество думало об этих вещах. Поскольку некоторые из них потребуют хотя бы законодательной реакции. И правительства стран будут рады, что они последуют за ними. Итак, если общество совершенно не осведомлено о вопросах, политики тоже могут позволить себе игнорировать эти вопросы. Как мне кажется, по крайней мере исходя из моего опыта. Но опять же, в конце концов, общество голосует своим кошельком. И они не всегда получают всю нужную информацию, кроме отчетов потребителей или рейтингом Amazon. Но дело в том, что они информируются очень практичным способом. Как и в инженерии, нам не нужно понимать все, чтобы совершать революцию. К примеру, ОСПА. Мы не разбирались в вирусологии или иммунологии, но революция все равно случилась. То же самое происходит, когда мы покупаем вещи на рынке. Нам вовсе не обязательно знать все модели того или иного товара. Кто-то, надеюсь, обращает внимание на последствия, долгосрочные последствия. Но в конце концов, задолго до того, как все станет катастрофой, у нас случаются небольшие бедствия, в которых, может быть, пострадает один человек. А потом люди говорят, ой, мы совсем забыли. Или мы не слушали этого человека, который годами говорил нам, что кто-то пострадает. И прежде чем миллион человек пострадает, страдает всего один человек. И я думаю, что существует петля обратной связи. Я не думаю, что обращение вспять старение обязательно сразу приведет к плохим последствиям. Да, я абсолютно согласен. Но я могу представить себе случай, когда у нас не было достаточно времени, чтобы перейти от одного до миллиона. И искусственный интеллект может быть одним исключением. Что ж, насчет искусственного интеллекта, я думаю, что... Ну, во-первых, это смелое предположение, что мы собираемся продолжать использовать золото, кремнии и тому подобное. Я думаю, что вероятнее всего мы перейдем на вычисления с атомарной точностью, чем как раз таки обладает наш мозг. У нас будет мозг, который не только сможет перепрограммировать себя в одночасье, но в будущем, я думаю, сможет менять свое аппаратное оборудование. Наш мозг сможет постоянно синтезировать новое аппаратное оборудование в виде диуглерода. Мы не будем обладать самым быстрым мозгом в мире. Но, с другой стороны, я не думаю, что это будет проблема скорости. Но если нам нужна скорость, мы сделаем различные гибридные системы, в которых скорость будет обрабатываться. Ты знаешь, наш мозг, как известно, плохо справляется с хранением данных. Но это отчасти наша суперсила тоже. Дело в том, что мы действительно хороши в сжатии. И сжатие – это часть нашего мышления, часть нестандартного мышления. Но если мы все же решим, что нам нужно хранить много информации, ДНК станет отличным запоминающим устройством. Мы могли бы поместить весь интернет в наш череп, если бы действительно захотели этого. Так что я не уверен, что искусственный интеллект станет лучше, чем наш мозг. Искусственный интеллект пока уступает, и биологическая революция идет быстрее. Закон Мура постепенно выходит на плато, по крайней мере, с точки зрения мини-тиуреизации. А биология становится почти вертикальной и экспоненциальной. Да, я часто говорил, и я не думаю, что искусственный интеллект настолько искусственный. Не так ли? Если мы станем улучшать наш мозг, искусственный интеллект, конечно, не будет больше считаться искусственным. С точки зрения физики, меня всегда удивляло то, что мозг справляется очень хорошо. Если вы возьмете обычный электронный компьютер и попытаетесь выполнить хранение, память и вычислительную мощность человеческого мозга, то мощность, которую он будет использовать составит примерно 10 терабайт. И это мозг, которыми пользуется все наше человечество. Наш мозг использует 10 или 20 ватт. То есть, наш мозг в 10 или 12 раз мощнее, мы делаем что-то более эффективное. Да, эффективность – это то, в чем мы по-настоящему хороши. Я хотел бы еще поговорить о многом. Ты только что упомянул о нестандартном мышлении, и я надеюсь, что люди поймут из нашего обсуждения. Мне кажется, когда мы думаем о нестандартно мыслящих людях, то ты, на самом деле, один из лучших примеров. Мне всегда нравится нестандартно мыслить вместе с тобой. Так что спасибо. Спасибо большое. Да, конечно. Подкаст из Токио подготовлен Лоренсом Краус, Нейнси Даль, Амелия Хаггинс, Джоном и Доном Эдвардс, и Робом Зепсом. Режиссер и редактор – Гасс и Люк Холверт. Аудио – Тома Самасона. Веб-дизайн – Redmond Media Lab. Анимация – Tomahawk Visual Effect. И музыка – Rikolas. Чтобы посмотреть полное видео этого подкаста, а также другой бонусный контент, можете посетить нас по адресу patreon.com.org. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.